Всем привет дорогие друзья с вами Теслер и мы продолжаем наше прохождение мор утопия и так как вы помните мы взяли одну миссию про то что родителей одних детей которые были в управе собираются расстрелять и расстрел этот произойдет где-то как раз таки около кладбища я нашел это место да как я и предполагал он находится вот здесь вот совсем рядышком и нам предстоит немножко посражаться здесь я думаю не так просто как в прошлый раз потому что в прошлый раз было полегче здесь парни стоят и они очень хорошо вас замечают а винтовочка у нас уже к сожалению подпортилась и не такая точная поэтому сделаем небольшой обманочный трюк мы начали привлечем их внимание как-нибудь попробуем если конечно же мы сможем нормально выстрелить да вроде получилось вот сейчас мы привлекли их внимание но они не собираются на стрелять потому что мы хорошие и добрые далее есть два варианта в принципе можно подойти к ним близ и ближе и попробовать их допустим посмотрим как они реагируют до реагируют они вроде хорошо окей попробуем спрятаться и и вот так вот их сейчас убьем тем самым тем самым использовав тупость интеллекта местного ну и вообще конечно же его полное отсутствие насколько я понимаю мы легко их убиваем так мы бронированы что вот и все все в принципе просто так посмотрим у них лежит несколько патронов отлично деньги сухари вот что нам нужно это самое главное сухарь еще денег ну ладно патрончики и деньги я вас спас мужики благодарю вас доктор еще минута и да что говорить не ваши ли это дети там играют на нервах у полководца да это очень возможно надеюсь их там никто не обижает спешите к ним кстати нам еще письмо по-моему пришло было около 20 это нас осталось четверо и если бы не ты и никого бы не осталось понятно но все таки это мятежники расстреливали здесь мирных граждан как всегда в принципе уже не впервой нам приходится распраза расправляться с ними такс теперь мы должны зайти вначале в кабак стоматина выполнить миссию да и потом уже в управу сходить как бы пройти нам лучше я думаю лучше вернуться до по рельсам давайте вернемся тут безопасно я уже проверил так письмо да еще приглашение каянах время пришло она зовет тебя если сегодня наши надежды исполнится в город вернется истинная хозяйка это событие должно ознаменовать прекращение мора надеемся на тебя любим тебя н.и.с. н.с. кто бы это мог н.с. симон что ли нет нет не виктор это не каспар от кайны главное приглашение очень странно кто его написал но вроде как мы должны сходить будем к марии она готовится как я и говорил стать хозяйкой и возможно это действительно сможет спасти город как я кстати еще в начале вам говорил то что в принципе концовки вам могут не понравится я сразу же предупреждал то что игра не ради достижения концовки играется а вот ради самого геймплея вот самой этой истории но я думаю что принципе то есть не будет такого что вот я думал так оказалось так вот такая неожиданная концовка то есть такой не будет концовки все как бы понятные логические ничего такого сверхъестественного конечно же не будет не неожиданного окей так кабак таки здесь зараженный район да так друзья немножко выкидывать стала игра к сожалению приходится восстанавливать сохранение так еще перезапишу тут на всякий случай а там мало ли что еще случится вау итак кабак андрея стоматин отлично не ну вот это вот вот это что такое андрей ты здесь ё-моё где те черт носил я целую армию убил пока до тебя добрался не чем больше разговаривать а не бросил ты меня дружище а ведь я не ждал видишь хватило ума у меня сюда вернуться но ты наверное уже знаешь что солдатня сцепилась между собой верные генералы части убивают сейчас возле пушки озлобленных против меня мятежников андрей торжественный момент настал я явился к тебе по делу говори что тебе даже не интересно что со мной было а что могло с тобой случиться кроме новой череды бессмысленных сумабсбродств и так вчера прихожу я к брату сидеть с ним но как и собирались увидел я там эти горе воинов и понял что дело плохо но распорядились убрать их бросился на поиски брата искал всю ночь нет его нигде добрался до генерала и он рассказал мне что в армии мятеж так это он рассказал тебе про мятежников ему самому почти про при мне о них рассказывали это меня и спасло я кинулся к орудию стал расспрашивать про расстрелянного архитектора мне ответили что в плен взяли много всякого сброда но расстреляют их на рассвете ну и самого пригубили еле-еле ноги унес понятно тогда я рванул в кабак чтобы собрать подкрепление и штурмовать орудия но тут вышла глупость там возле пушки я себя вел так шумно что обо мне видно навели особенные справки прислали наряд притон все дальше знаю как тебе удалось освободиться меня отбили мои верные товарищи по пути сюда рассказали что петр вернулся домой и спит мертвым сном но я убедился что это действительно так и вернулся сюда считай потери считать потери окей а еще поговаривать что архитектор андрей стоматин тот самый который вчера убил всех солдат своей студии а потом поджог каменную лестницу только что был расстрелян мятежными солдатами сразу после этого начался штурм как это понимать это был я значит я это ты и с братом и с тобой смешались мы в одну и ту же личность в горниле этой катастрофы огонь войны отлил из нас одну тройную пулю это закономерно мы одно три стороны единого процесса поехали с нами в столицу постой как где же я это слышал дежавю да если еще какой-то умный человек указал тен очевидное неудивительно подожди рано праздновать покажи мне чертеж фундамента башни и дает нам чертежи так у меня хоть место на этот раз хватило на хватило отлично отдает нам чертежи совершенно спокойно без вопросов да все окей отправляемся тогда в управу поговорим с генералом что мы всех спасли такс сколько у меня бутылок то уже с водой 73 бутылки таскаем представляю как это все сейчас звенит у нас в карманах как будто бы алкаши какие-то точно ощущение дежавю то есть давай опять в столицу уже один раз попробовали никто не пришел на нашу встречу и нас не пустили обратно это нехорошо кончится сейчас очень нехорошо уй-ой-ой-ой-ой засмотрелся на вот этого парня которого забрасывают и забросили такие он даже не успел ни разу выстрелить интеллект друзья это высокий интеллект так все спасли мы твою родню вот вырасту куплю ружьем чтобы никто к нам домой не мог ломиться а еще убью этого солдата который папу ударил дулом но не переживай я убил этого солдата а папа твой скоро придет я вот этими пулеве его застрелить хотел держи тогда это тебе да давай ка лучше мне от греха подальше шесть патронов для револьвера дяденька бакалавр я нашел твоего папу он скоро придет за вами хочешь я дам тебе вот такую коробочку смотри тут лекарство спасибо пригодится и дает нам порошочек отличная награда так меня лихорадит послушайте ваши солдаты открыли по мне огонь я уже все знаю вы действовали совершенно правильно благодарю простите все дальше терпеть нельзя мои части отказываются повиноваться вчера их на четверть выкосила болезнь сегодня я потерял еще половину уверенных мне войск хорошо хоть чтобы бунтовщики бунтовщиков косит чума сильнее чем верных долгу солдат вот им награда за мятеж что это за части это 15 рота огнеметчики частично 42 стрелковый батальон новые не обстрелянные войска и ходили под мое командование на перегоне специально для этой проклятой задачи а у них есть какие-нибудь знаки отличия какие там знаки отличия если солдат не на своем пусть у значит он преступник а преступник подлежит скорому суду и немедленному наказанию это совершенно очевидно не та ситуация чтобы миндальничать миндальничать вот это интересное слово типа от миндаля что ли как не стес с такими солдатами убивать на месте оказывать сопротивление докладывать не впрочем я этим уже занимаюсь если бы у меня оставалось до достаточно сил всеми теле мятежники предатели уже были бы показательно истреблены как это случилось приказ ты в бродах хорошо я буду иметь это ввиду что ну да конечно же мы бедный беспомощный доктор убиваем целые части по моему я целую 15 роту выкосил хотя там огнеметчиков вообще еще не встречалась у них только стрелковые отряды но я думаю что это слава богу так сам все идем к главе и марии а к сожалению думаю что мы не успеем сегодня до пройти до конца это увы и так потому что миссии здесь еще остались ну ладно что поделать принципе они не так важны на самом деле я бы сказал даже сейчас дополнительные миссии они поинтереснее чем основной квест он уже давно как-то затерялся непонятно что мы делаем вообще творим поэтому довольно больше мы узнаем из дополнительных миссий кстати вышло довольно интересное обновление сейчас на кикстартере ну знаете там выпускают до определенное время разработчики обновления чтобы поддержать интерес к игре и там как раз таки вышло статья про то как изменяется допустим вот арт стиль игры и как вообще модельки меняются и вообще разработчики говорят то конечно же стиль игры будет меняться то есть он будет немножко все-таки отличаться может сильно отличаться чем в ремейке то есть не попробовали там на примере воссоздать показали модельки червя им как бы совершенно пока что не нравится что получается у них то есть я посмотрел действительно да не очень как-то получается возможно они действительно сменят стиль многие модели переделать и так далее то есть пока что даже вот все эти скриншоты их даже ну альфа версии нельзя считать это довольно такие вот пока что ранние наброски нет 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 ой виктор спаси ради бога фух так что загляните посмотрите как вообще продвигается допустим разработка интересно вот какие первые вообще модельки создаются персонажей так далее это все время интересно так все огла я чертежи пара действовать укажи им на истинную причину катастрофы кстати бакалавр вам случайно ничего не известно о возмутительном происшествии которое имело место вчера на пустыре костного столба на пустыре костного столба да кто-то подстрекал людей к мятежу военные истребили толпу безоружных людей здоровых людей я говорю об этом происшествии и я отлично знаю кто стоял за этим потому что знаю кто в итоге оказался виновным в этом ужасном событии а виновной оказалась я меня подвели под удар и кто же стоял за этим наверняка каины они устроили эту провокацию и ловко завязали все нитки на меня будто я ее и соорудила вышло браво даже у меня не получилось бы лучше потому что такие дела под силу только женщине особого рода тут не только навыки но и гены играют роль мария она ведьма темная хозяйка вам уже рассказывали они не и виктории поспрашивайте вы поймете кем хочет стать мария она превратится в королеву чернокнижницу и согнет город своей тирании как это некогда сделала нина только еще страшнее и тому есть доказательства расскажите о нине нина воплощение абсолютного зла зло обворожительное пьянящее прекрасное сводящее с ума зло утонченное изысканное мгновенно и навсегда охватывающие свои тинетто любого даже такого кто до последнего противится злу тинетто интересное слово тоже вы хотите сказать что нарисовали портрет марии мне достаточно двух свидетельств от весьма надежных обвинителей они знают наверняка о том что вчерашнюю пентаграмму на пустыре изобразила мария первый из них человек который уже давно беззаветно влюблен в марии и теперь случайно оказался в курсе некоторых ее тайных дел кто это это сын альгимского второй младший брат марии маленький каспар которому тоже лучше всех остальных известны ближайшие планы марии он пришел от них в такой ужас что теперь готовится бежать на край земли вот это интересно кстати если вы захотите поговорить с мальчиком каспаром передайте ему от меня панацея эту склянку вчера прислал мне бурах она надежная мальчик все поймет да впрочем из беседы с ним вы и сами все поймете хорошо я займусь этим делом у меня тут есть и свой спутник пунктик так с нам дают еще одну миссию то есть инквизитор думает то что в этом деле вчерашней провокации на пустыре костного столба виновата никто иная как сама мария но я конечно же сильно сомневаюсь то что она бы стала потому что это провокация была направлена как раз таки против каян их они была подстроена им и то есть там были да ответы в которых можно сомневаться в правоте слов инквизитора тому же мы знаем как она не любит нину и к тому же как она теперь не любит марию в общем понятно нет к меня подводит ну что ж смотрите сами я достал чертежи фундамента вот он посмотрите и так чудо действенная машина оказалась рычагом который гонит из-под земли отравленную органику очень символично и есть в этом такая привычная логика общая логика устройства мира не говорите что вы удивлены бакалавр почему рычагом и так местные землекопы бурильщики инженеры под руководством андрея стоматина каким-то хитроумным способом винчивают глубь земли длиннейший стержи на нем как на пружине покоится яйцо многогранника похоже на рычаг разве нет но если строители разворошили подземные залежи при установке фундамента почему болезнь вспыхнула только теперь потому что тут такая почва думаю некогда этот сгусток был ямы в котором степняки хоронили останки убитых быков некоторые факты это подтверждают скорее всего он располагался над острием штыря давление на верхний край постепенно усиливалось возможно штырь смещался когда он добрался до сгустка да похоже на правду мы нашли источник поздравляю с победой даниил завтра последний и самый тяжелый день как-то очень внезапно мы его нашли почему-то меня не оставляет чувство что вы знали об этом заранее завтра на совещании вставку приду и так вроде бы все друзья понятно почва на которой построили город отравлена постройка башни вскрыла то что было спрятано прежде причина мора теперь совершенно ясна это доказано математически но значит ли это что башню нужно разрушить гибнущий город уже не спасти но сохранить многогранник воплощение воплощенный успех человеческой дерзания еще возможно то есть смотрите интересно нам не покажут час не обновили страницу города странно что не обновили мне казалось должны в общем смотрите как друзья дело обстоит то есть у нас на этой карте карта как видит город именно бакалавр вот расположенного такие жилки да то есть земля под городом она полностью отравлена вот это многогранник как он держится чтобы держался проектор стоматина инженеры его бурильщики сделали вот такой длиннющий стержень который как раз таки прорубил земную породу и оказался вот в этом месте где отравлена земля почему она была отравлена потому что из боен уже долгое время здесь хоронили мертвых быков под землей и там образовался такой склад там же болезнь начала и развиваться то есть мы фактически вскрыли могильник вот так вот друзья всю игру искали как бы источник заражения и вот мы фактически его нашли возможно кстати должна была по-моему обновиться карта у нас чтобы посмотреть подробней все довольно просто оказалось но опять же говорю это только одна точка зрения то есть эта точка зрения как раз таки инквизитора да есть и другая конечно же точка зрения она разная у героев например вот так вот мы математическим образом доказали это допустим у того же бураха будет все доказано другим способом там будет совершенно другая история про это и возможно другой источник там будет чисто все завязано на укладе на культах и так далее поэтому еще рано спешить как я говорю с выводами нужно пройти игру за трех персонажей только тогда в принципе в полной мере вы поймете что вообще происходит здесь но по крайней мере мы нашли хотя бы какое-то рациональное объяснение здесь а потому что как и говорил то есть бакалавр это в большей степени ученый математик он признает только науку то есть никакие божества до ничего такого он не верит и вот он нашелся и вот такое вот доказательство так я несу хана послание от инквизитора хан мы противопоставим ее власти свои условия теперь я последний из каянных кто может позаботиться об облике нашего мира я знаю ты ведь от нее пришел о чем тогда нам с тобой разговаривать расскажи мне каспар что случилось с марией тебе лучше знать что с ней случилось я тебе в этих делах не помощник ты обижен на сестру за что сестра заставляет нас уйти отсюда это она вчера положила быка на пустыре костного столба нет она впрочем устроила многое другое его например она убрала как тебе такая новость слишком хотела тебя заполучить про сестру немало всякого можно рассказать да только ссоры сбы выносить не хочется откуда ты знаешь про его спросил самой сестры она умеет такие вещи устраивать тебя не обманет скажет правду так значит никто из каянных не причастен к случаю на пустыре нет никто из наших этого не делал я бы и рад был чтобы нашлись обвинения потому что отец с дядей одной ногой в могиле а под сестрой я жить не хочу и как же найти обвинения что-то место спрашиваешь от альгимские разбираются в быках если старший отошел в дел спрашиваю младшего он про сестру немало всякого знает я панацею не хочу отдавать возьми панацею от тебе панацею не возьму у меня тут тысяча товарищей либо всем либо никому забери себе или отдай альгимскому он тебе расскажет о сестре ну что ж надеюсь завтра панацея тут уже никому не понадобится окей мы узнали то что он действительно мария не виновата в том что и никто из каянных не виноват в организации вот этого мятежа на пустыре костного столба тем не менее мы узнали многое другое то что как раз таки мария что интересно да она причастна во многих других делах как говорит каспар и он совершенно не хочет жить под ней то есть она еще виновата в том что погибла его ян и нам стоит спросить и и к тому же он подсказал нам то что младший влад он может знать намного больше чем он сам потому что он разбирается до в быках у нас сейчас уже нету старшего альгимского к сожалению погиб а я думаю что в этой миссии тогда бы вы пошли к старшему наверное альгимского за советом хотя не уверен так сколько времени то я не засек после вылета я не засек время это плохо ну ладно сейчас подумаю так а нет у нас еще есть время оказывается да у нас еще полным полно времени мне кажется если я правильно все рассчитал поки у нас есть еще по моему 7 минут если я силен в математике а может нет меньше меньше семи окей несколько еще минут есть зайдем тогда к марии возможно кстати виктор либо георгий ну георгий уже навряд ли нам что-нибудь расскажет он к сожалению уже не в себе до закрытом так с интересно значит к виктору ну-ка ну-ка виктор мы сопротивляемся нашим страстям не потому что мы сильны а потому что они слабы давайте друзья немножко узнаем о хозяйках мария готовится стать хозяйкой известно ли вам о хозяйках бакалавр данковский нет расскажите хозяйка дарит жизнь всему до чего коснется ее рука слово и даже мысль как тот древний царь который прикосновением обращал золото хлеб деревья в воду на прикосновение царя превращала живое в мертвое хозяйка делает наоборот как это получается мне это неизвестно я знаю как про это происходит и знаю что нет большего счастья хозяйка поддержит в своих руках игрушку это оживает подумает они и кукла вспомнит свою историю до седьмого колена увидит ее во сне и эта кукла сможет творить мария становится такой женщины не знаем радоваться нам или плакать даже если бы она готовилась стать матерью не было бы радости больше ибо сегодня родится удивительное существо но горе не меньше мария уходит была у нас любимая дочь сегодня ее не станет вы написали что появление хозяйки остановит мор почему не остановит а знаменует мор остановите вы бакалавр данковский ваши с марией пути пока идут рядом и очень близко я знаю точно одно когда появится хозяйка скверно из нашей жизни уйдет они несовместимы я хочу увидеть мария теперь уже поздно мария в глубоком обмороке ночью случится последний приступ на короткое время она вернулась к нам на вновь провалилась вниз сейчас она готовится к пробуждению и я верю что дочь поднимется с той глубины на которой она опустилась зачем она звала меня на прощание дочь хотела сделать две вещи поговорить с матерью и нанести визиты двум другим куколкам ни то ни другое она сделать уже не может с матерью и наверное поговорить уже никогда но по встретиться с будущими хозяйками необходимо они должны признать ее и кто эти будущие хозяйки в нашем городе было три силы может быть их больше нет но они оставили поросы еще две наследницы станут хозяйками когда придет их черед это капелла дочь виктории 2 я не знаю возможно что это преемница сабуровой но это не клара клара чиста у сабуровых не было другой преемницы почему вы уверены что это не клара потому что клара была здесь недавно она смотрела мне в глаза кому как не мне отличить добро от а зла нет она не хозяйка земли очень возможно что она и в самом деле святая но я чувствую сейчас хозяйка земли она прячется где-то в термитнике хорошо нужно передать им что-нибудь нужно взять у куколок знаки преемственности они знают о чем идет речь потому что чувствует ее пробуждение весьма вероятно и то что капелла знает кому передала свою преемственная узурпаторша катерина хозяйка земли все-таки она возглавила третью силу пока мы были мертвы но почему вы попросили об этом меня мария попросила об этом она особенно хотела чтобы чужие руки не касались колец которые потом всегда будут украшать ее тело это меня дело и так у нас мария готовится стать хозяйкой и теперь ей прежде чем становиться хозяйкой нужно было для начала поговорить со своей матерью это по моему она в будущем сделает а второе это ей нужно было собрать знаки преемственности от других хозяек это у нас две хозяйки одна из них это капелла дочь виктории прошлой хозяйки ольгимских и это еще одна хозяйка она должна быть как раз таки наследницей екатерины соборовой но виктор думает то что она находится где-то в термитнике и скорее всего я не знаю может он а то и думает я не знаю ком но он так чувствует но мы все равно должны зайти сейчас к самозванки чтобы поговорить с ней почему собственно соборовы не выбрали ее в качестве преемницы катерины кто вообще такая хозяйка да если допустим вот симон либо вот допустим главы этих домов они являются как бы властителями города да то хозяйки это у нас душа города то есть как говорится это опора этих властителей как советники либо как еще но в принципе они большинстве своем заправляют городом в конце концов как это например делала не на на собственно практически в страхе держала весь город но тем не менее она была очень великой женщиной но много допустим в нашей истории даже есть таких личностей которые в принципе были такими жестокими но благодаря им все процветало так в принципе друзья думаю на этом остановимся довольно интересно вышла серия следующей серии мы соберем знаки преемственности мы доделаем последние миссии две дополнительные да связаны с марией и начнем последний двенадцатый день он будет разбит на несколько дней а на этом все друзья всем спасибо кто смотрел с вами был теслер увидимся